Всем привет, ребят! Меня зовут Пиксель и это Гошанус, Гоша, Гоша, который... Да, в общем, ребята, это старая забытая рубрика, которая выходила на моём канале ещё, знаете, с самого начала. Первый ролик на моём канале был посвящён именно этой рубрике. Это, знаете, так можно сказать, новогодняя дань уважения. Новогодняя дань уважения, новогодняя битва строителей, но немножко видоизменена, видоизменена. Итак, Гоша, Гоша, кстати, ещё вообще ничего не знает, иди сюда. Значит, смотри. Что? У нас с тобой есть два домика, у тебя они такие же, но немножечко по-другому расположены, потому что, как бы, работает всё кривовато в этом Майнкрафте, ну или ручки у меня кривые, неважно. В общем-то, суть будет продекорировать два дома за 7 минут, как бы, как тебе, задача, как бы, понятна? Короче, у меня хату хотят отобрать. Но, смотри, самое главное условие, нам нужно только продекорировать дома. Нельзя менять экстерьер. Да, то есть, внутри. Нельзя менять там, например, типа, ну, не знаю, обычные доски там, на тёмные вот такие вот какие-то. Нет, только всё вот, только интерьер, только интерьер. Ну и во дворике, в принципе, вот здесь вот возле дорожки тебе никто не запрещает ничем менять. Так, стоп, ещё у меня такое уточнение. Два домика нужно улучшить и продекорировать местность. Ну, это твоё дело. Ты можешь улучшить один, но очень круто. Ты можешь улучшить два, но очень круто. Хватит говорить. Так, ну, хорошо, тогда я... Может, ты и свой рот закроешь? Ты, смотри, ты вообще балдел. Поставь таймер на 7 минут. И мы сразу же начинаем. Она устанавливает таймер и раз, два... Ты поставишь сегодня таймер? Или... Она поставила, всё, поставила, поставила. Погнали, 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 погнали. Всё, начинаем. Я начинаю тогда со своего дома. Ты с какого начнешь, если не секрет? Я с твоего. Окей, короче, я сейчас как бы сделаю себе такую небольшую историю, как будто бы вот это всё дело расположено для большой компании. Так, ребята, давайте я сейчас, наверное, лучше в Дискорде подмучаюсь. Так, Гошанус, я замучаюсь, чтобы ты понимал. Ну ладно, давай. Так, короче, ребята, мы берём с вами деревянный стол. Так, 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 нет, не деревянный. Возьмём какой-нибудь вот такой вот стол. И установим его, ребята, прямо по центру комнаты. Чтобы как бы, ну, было понятно, что новогодние там трапезы и так далее. Вот так вот его сделаем. Ребята, это почему-то не ставится. Чё за бред? Чего? Ладно, ребята, окей, сделаем тогда вот такой вот какой-нибудь. И добавим сюда непосредственно стульев. Добавим сюда непосредственно стульев каких-нибудь, я не знаю, каких-нибудь обычных, не особо каких-то там крутых. Давайте вот таких вот каких-нибудь добавим сюда. Так, вот так вот. Так, ё-моё, это очень сложно, ребята, нет. С этими стульями мы лучше, так сказать, мудохаться не будем. Мы поставим какие-нибудь обычные, ребята. Вот такие вот белый стульчик, вот сюда белый, вот сюда, вот сюда. Как бы другого ничего нет. И давайте как бы поставим сюда один мой стул, как бы сделаем вид, что мы его сюда притащили. И давайте накроем, так сказать, поляну, ребята, новогоднюю поляну. Так, конечно же, лимонадик сюда можно добавить, курицу, блюдо такое основное, и морковки, потому что морковка это у нас основное блюдо в деревне. В принципе, окей, теперь давайте займемся, ребята, непосредственно новогодним декором. То есть возьмем всякие вот такие вот ленточки и продекорируем это непосредственно уже внутри. Но снаружи мы тоже этим делом сейчас сразу займемся, повесим здесь вот такие вот крутые штуки. Вот, вот с этой стороны, вот здесь можно еще повесить. Так, и вот тут вот, ребята, слушайте, отлично, 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 все понавешивали. И знаете, блин, нет, на самом деле оно очень сильно свисает с центра, поэтому давайте вешать его лучше как-то вот так вот. Блин, а так, ребята, не симметрично, какое уродство получается. Слушайте, хотя в принципе, в принципе... Ой, ребята, как все запутано! Это... Ё-моё, какой ужас! Так, давайте лучше вот так вот это сделаем и не будем париться. Все, вот так вот это будет у нас одинаково. На кузницу Ромы мы повесим что-нибудь красненькое, потому что он любит красный цвет, поэтому давайте навешаем ему здесь красных вот таких вот штучек. И в принципе, прекрасно, прекрасно, прекрасно. И давайте сразу, знаете, что я хочу сделать? Я хочу напихать, ребята, подарков под новогоднюю елочку, чтобы действительно смотрелось, так сказать, по-новогоднему. Вот так, вот сюда подарочки, вот сюда, ребята, так, разбавим еще какие-нибудь вот такими вот зелененькими. Так, и вот сюда, ребята, все, напихиваем максимальное количество подарков, чтобы, так сказать, на всех хватило. Так, 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 вот, отлично, отлично. Теперь елка не выглядит настолько скучно, как была. Давайте еще что-нибудь добавим в дом. Добавим уже чего-то в дом. Что мы можем сюда, ребята, добавить? Можно, конечно же, добавить еще внутрь чего-то такого фиолетового. В принципе, почему бы и нет, тоже какого-нибудь вот такой вот мишуры здесь накидаем. Так, немножко не сюда, вот так вот. Отлично, отлично. И теперь давайте добавим что-нибудь, связанное с праздником. Так, вот, декор праздники. И можно, ребята, навешать гирлянд. Вот гирлянд можно еще здесь повесить. Давайте их вот сюда вот повесим, в принципе, над входом. И вот здесь вот, ребята, их пустим. Давайте их даже на окна повесим. В принципе, почему бы и нет. Кстати, напишите, пожалуйста, ребята, в комментариях, украшаете ли вы свои окна, ну, именно окна, вот, перед Новым годом. То есть, я не знаю, я раньше, ребята, очень давно, наверное, лет 5 назад в каком-то классе я был, не помню уже. Я вешивал всякие снежинки. Мне это нравилось. Сейчас, естественно, нет на это времени, к сожалению, или к счастью, не знаю. Давайте возьмем еще сани, поставим их во дворе. Так, 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 санки, санки, санки. Сколько у нас на времени осталось, ребята? Осталось 3 минуты всего. 3 минуты всего осталось, окей. Поставим санки куда-нибудь вот сюда, чтобы была такая вот новогодняя атмосферка. Знаете, на самом деле, декор так себе получается, но как получается. Просто, ребята, за 7 минут сделал что-то действительно крутое, очень сложно. Так, рождественские венки, рождественские венки. Мы можем сейчас повесить внутри дома, ребята. А вот эту дверь мы просто поменяем, чтобы у нас здесь с вами уже висел венок на нашей дверке. Прекрасно, прекрасно, прекрасно. И давайте это лучше повесим кромки. Кромки повесим, так, куда-нибудь, я не знаю. Ну, давайте вот сюда, например, и вот сюда. Вот такие вот рождественские штучки сюда навешаем. И вот здесь можно повесить, в принципе. Давайте вообще с каждой стороны такое сделаем. В принципе, почему бы и нет? Буквально пару секунд мы за это потратим. Ну, знаете, на самом деле, я не знаю, будет ли Гоша оценивать мою торцевую часть здания. Надеюсь, что нет. Лучше мы уже основу, так сказать, продекорим. И знаете, выглядит на самом деле действительно по-праздничному. Не хватает каких-нибудь мерцающих огоньков. Ну, ладно. Можно было, конечно, использовать вот эти вот железные прутья. Но выглядит это максимально уродски. Так, нужно Рому. Рому нельзя оставлять без внимания, ребята. Мы здесь тоже всё убираем. Всё сносим отсюда. Добавляем ему новую, ребята, кровать. Поставим новую кровать, потому что его кровать уже такая старенькая. Знаете, сделаем такое обновление. В его доме я не буду делать чего-то сверхъестественного. Я просто сделаю, ребята, небольшой, так сказать, ребрендинг. Вот. Добавим сюда ноутбук. Так, ноутбук обязательно добавляем. Ну и, конечно же, без новогоднего декора никуда. В любом случае его придётся добавить. И сейчас мы это быстренько в пару счётов, так сказать, сделаем. Поскольку Рома будет Новый год встречать 100% с друзьями, его дом, в принципе, не подвергается будет особому декору. Господи, что я несу. Поэтому давайте мы просто, ребята, вместо сундука, вместо сундука поставим какие-нибудь вот такие вот разные красивые подарочки. Вот поставим красненький и как бы фиолетовый. Потому что, ну, я же это делал, в принципе. Почему бы не оставить здесь свой почерк? Так, окошко мы переместим вот сюда. Да, немного, ребята, всё-таки. Хотя, не-не-не, точно-точно, нельзя же менять, ребята, экстерьеры. Я чуть не нарушил правила. Всё, возвращаем всё на место. И давайте теперь чего-нибудь добавим, ребята. Чего-нибудь добавим тоже такого новогодненького и в тот же момент лёгенького. Блин, осталось всего минуты, ребята! Ё-моё! Осталось всего минуты. Так, Рома любит красный цвет. Вешаем, ребята, здесь красную вот такую вот мишуру. На самом деле, очень тупо получается, на самом деле. Мне не очень нравится то, что у меня выходит. Надеюсь, что у Гоши ещё хуже. Так, что здесь ещё можно добавить? Да, в принципе, ребята, ничего. Давайте вот ещё в праздниках поковыряемся. Можно ему тоже каких-то, я не знаю, может гирлянд ему тоже каких-то навешать. Вот чулки ещё можно, ребята, повесить точно. И вот такую вот гирлянду, ребята, можно пустить. Вот здесь вот, в принципе, над его этой штукой, да? И вот здесь вот повесить вот такие вот чулки. И давайте, ребята, сейчас вернёмся. Вот сюда ещё чулков навешаем. И сейчас дома ещё у себя я навешаю чулочков. Так, давайте вот сюда где-то повесим пустую. Вот здесь где-то заполненный. И как-то вот так вот эти чулки разбросаем. Во-во-во, прекрасно-прекрасно. И нужно всё-таки ещё, ребята, что-то новогоднее, что-то новогоднее. Можно, знаете, сделать такой уголок, где все складывают подарки, ребята. То есть вот пришли, там подарки сложили и договорились забрать это всё дело в новогоднюю ночь. Поэтому давайте... Ё-моё! Стул свой пришлось убрать! Так, давайте где-нибудь вот тут это дело расположим. Но, ребята, ё-моё, ничего у меня сейчас, походу, не получится. Потому что всё это работает очень криво. Ну, хотя, 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 хотя... Всё, как-то можно было уже поставить. Так, тихо, тихо. Да ё-моё! Во, вот так вот, ребята, всё. Как-то вот так это будет выглядеть. Не знаю, насколько это... Ну, мне кажется, ребята, ужасно. Всё, сработал, ребята, таймер вот прямо сейчас. Поэтому я думаю, что пора идти к Гоше. Так, нужно размутиться. Алло, Гошанус, у нас время закончилось с тобой. Алло, алло, да, это я. Что? Ну что, у нас время, говорю, закончилось. А, ну я готов, ну-ка, готов. Так, ну давай я посмотрю, что у тебя для начала. Слушай, так, посмотрим, посмотрим. Я, тот, не заходи, я там ничего не делал. А, то есть ты, Кузин, суром и вообще не декорируешь. Так, у меня уже такой, можно сказать, плюсик. Так, ёлочку-то не заполнил. То есть ты заполнился только на двум доме. Ну, короче, стоп, 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 хату мою не забирай. Здесь я, хозяин. Смотри, смотри, заходим. Мы заходим и наблюдаем такую вот картинку, да. Значит, там, здесь находится диванчик, на котором ты спишь, как бы сидишь, пердишь, неважно, да. Окей. После здесь такая мини-кухонька, знаешь, ты тут готовишь, тут навары разные, ведьма-то же старая, варишь, как бы, да, морковочка. Короче, вот это моё кресло геймерское. Я думаю, DX Racer, 300 тысяч рублей. Да, и вот это сразу к нему, знаешь, это гаечный ключ, чтобы подкручивать, чтобы не скрипело, понял? В общем, ужас, на самом деле, ребята. Не знаю, запоминайте его дом, пойдём, Гошему, с камней. Так, понимаете, у тебя здесь больше ничего нету, но я тебе так скажу. Ну, красивый же дом, тебе нравится? Ну, странный, на самом деле, рабочий место. У меня это выглядит всё вот так. Вот, проходите, проходите. Ага, ну, сразу вижу, какое-то некрасивое место, давай дальше. Прекрасное место, значит, смотри, ёлочка у меня продекорирована, давай зайдём компот. Я у компота, на самом деле, ничего особого не делал, просто сделал вот такой вот... Ну, компот, компот, как бы, как компот, ясно. Ты ему, по ходу времени много не уделил, я понял. Так, к сожалению, не уделил своему времени другу, но уделю ему потом. А что это за сцени? Просто, чтобы для антуража. Всё, давай, так катай, катай меня, Пиксель. Да я тебе чё, каталка, заходи в дом. Я здесь сделал просто... Не то, чтобы даже декор, я просто обставил дом к Новому году. Не, ну, Пиксель, ну, это, на самом деле, хорошо. Да не, уродство какое-то редкостное. А бутылка для кого? Это типа для меня. Присаживайся, присаживайся, друг. В общем, я, на самом деле, не знаю. Конечно же, выбирать вам, ребята, кто победил. Давайте я вам так вот две постройки как-то покажу со стороны. То есть, экстерьер у меня выглядит вот так, вот так-так-так. Ну, откровенно, вот экстерьер мне у меня нравится. Он получился неплохим. У Гоши это всё то же самое, только ёлка. Но ёлка стояла по дефолту. Стоп-ап. Ещё-то, вообще-то, я тут мейлбокс поставил. Да, это неважно. Интерьер, конечно, вот, на самом деле, у тебя он выглядит более красочно, но более непонятно. У меня он как бы подготовлен к Новому году, но он какой-то тусклый. Ну, у Рома ты вообще ничего не сделал. Я сделал хотя бы что-то. Поэтому, ребята... Мне не нравится это, поэтому я уничтожаю. Вот зачем ты так, господи, дурачок? У меня же магнит включен. Нужно выключить его теперь. Короче, ребят, конечно же, решать, кто победил только вам. Пишите, пожалуйста, в комментариях, ребята, как вы считаете, кто победил в этой битве строителей. Пишите. То есть, если вы считаете, что победил Гоша, так и пишите Гоша. А ещё лучше, ребята, поставьте нам оценку. То есть Гоша-тире от 1 до 10 и я от 1 до 10. А я, ребятки, всё это дело подсчитаю и уже мы с Гошей определимся, кто же всё-таки победил в этой новогодней битве строителей. На этом, ребятки, всё. По традиции, решил вам напомнить, что до конца декабря ролики на канале Пиксель выходят два раза в день. Первый в 11.30 и второй в 17.00 по московскому времени, господи. Поэтому обязательно, ребята, нажимайте на колокольчик и подписывайтесь на канал, чтобы получать уведомления. На этом всё, ребят, всем ещё раз большое спасибо, удачи и пока-пока.